Когда мы что-то анализируем, будь то логистика или политика или экономика, на самом деле очень легко это делать, используя два постулата. Два главных постулата любого развития. Первое – это разница потенциалов. Ну, вспомните кондиционер, он работает тогда, когда есть разница потенциалов, причем неважно в какую сторону. И второе – это когда мы видим картину в развитии, это то, о чем написал нам Гигель. Вот два постулата, которые позволяют очень легко и просто анализировать любую ситуацию. Ну, возьмем, к примеру, ситуацию экономическую сейчас в мире. На самом деле, отмотав чуть-чуть назад, посмотрев, с чего все это начиналось, увидеть эту ситуацию в развитии и понять, где есть разница потенциалов, где есть Великая Китайская Стена, а именно там она и есть, между Америкой и Китаем. В то время была огромная разница потенциалов. Жизнь в Китае была очень дешевая, нищета. В Америке был, в общем-то, жирный капитализм. И тогда, в принципе, вот на этой разнице потенциалов, в принципе, люди и сработали. Они вывели производство в Китай, потому что там производить было значительно выгоднее. Там все стоило копейки. Оставим за собой, в принципе, только технологии. Что происходит сейчас? Вот мы начинаем смотреть развитие этой ситуации. Развитие ситуации в том, что уровень жизни в Китае, соответственно, и уровень зарплат, и уровень всего остального начинает догонять Америку. И в данный момент разница потенциалов фактически отсутствует. Вот ключ к пониманию нынешней ситуации в экономике. Нет разницы потенциалов. Все деньги, которые печатаются в Америке, уходят в Китай. Вот и весь результат этого развития. Соответственно, очень грубо мысль заключается в следующем, что опять сделать разницу потенциалов, причем эту разницу потенциалов в другую сторону. В Америке сделать нищету, а Китай сделать покупателем. Вот, в принципе, как развивается ситуация в этом направлении. То же самое, кстати, было в Советском Союзе. У нас была огромная разница потенциалов, когда Союз откинул копытца. И на этой разнице потенциалов заработали очень многие люди, в том числе логисты. Рвануло огромным потоком река, которая перекрывалась этой плотиной, и на этом потоке заработали многие. Что происходит сейчас в логистике? Давайте тоже прикинем один из вариантов. Как разделить сейчас? Где найти тот барьер, который имеет разницу потенциалов в развитии? Да очень просто. Берем табуретку. Фирма, маленькая фирма, у которой нет ничего своего, кроме мозгов. Хорошие компании, отмотав время назад, хорошие компании в далекие времена не могли себе позволить такую бригаду у себя в штате. Почему? Потому что таких ребят было мало, зарплаты они получали безумные. Вот она, разница потенциалов. Эта разница потенциалов сдерживала развитие логистики внутри компаний, но давала бурное развитие маленьких компаний-табуреток. Что происходит сейчас? Сейчас происходит то, что рынок насытился, происходит кризис, происходит эпидемия. В результате на рынке большое количество безработицы. В результате эти профессионалы, сплоченные команды профессионалов, сейчас остаются без работы и готовы работать дешево. И вот за эту дешевую цену их готова компания покупать себе в штат. Соответственно, вот та разница потенциалов между специалистами, логистами и клиентом сейчас отсутствует. Как это будет развиваться? Скорее всего, это покажет развитие такое же, как и в Америке. Будут развиваться активно логистические отделения при компаниях и умирать логистика-табуретка. Продолжение следует... Продолжение следует...